Сегодня у нас последняя, третья лекция, посвященная истории истолкования цвета. Я думал, что мы вложимся в два занятия. Ну, в общем-то, даже хорошо, что так вышло, что у нас будет три больше материала. Не значит, что последняя лекция сегодня будет посвященная цветам, но, так скажем, последняя в рассмотрении история цвета именно в этом рапорте. В прошлый раз мы с вами дошли до середины 19-го столетия, и сегодня именно с этого момента и продолжим. Но, в сложившейся традиции, я бы хотел начать не с истории, а с методологии. И продемонстрировать вам еще несколько подходов, наручных подходов, при помощи которых можно будет истолковать вообще те метамархозы, которые происходили с цветом в истории европейской культуры. Понимаете? То, что каждая из культур видела, цвета их трактовала совершенно по-разному, мы уже выяснили, показателей там очень много, и самым, наверное, таким ярким является интерпретация радуги, то, что ее действительно видели по-разному, ее в научных текстах описывали совершенно различным образом, и не только видели в ней разное количество цветов, но и располагали их в совершенно различном порядке. Помимо этого, синий еще до недавнего времени считался теплым цветом, а не холодным, как сейчас. В греческой культуре фактически не различали тот же самый синий цвет. Мне интересно не то, что эти изменения происходили, с этим мы уже с вами разобрались, мне интересно поставить вопрос иным образом, как это вообще возможно. Как каждая из эпох могла видеть радугу, которая не зависит от красок, которая не зависит от каких-то условий освещения разным образом. И ответить на этот вопрос я постараюсь, обратившись к концепциям современных нам ученых, на этот раз это будут не только историки искусства и философы, но и обращусь в том числе к видному специалисту в области сознания, психологу с мировым именем, которого зовут Чарльз Тарт. Тарт наш современник, как вы видите, он с 37-го года рождения, он уже в преклонном возрасте, но это действующая фигура, и фигура очень авторитетная. Вклад его в развитие измененных состояний сознания, я бы сказал, один из наиболее значительных. Это один из основателей трансперсональной психологии, наряду со Станиславом Грофом. Но если Гроф, на мой так взгляд, фигура более популярная, популярная не в смысле, что его больше читают, а в смысле, что по попсу или его тексту, но откровенно, то у Тарта есть тексты, рассчитанные на широкую аудиторию, и тексты именно академические. И тексты, надо сказать, очень серьезные. Его изучение измененных состояний сознания, когда ЛСД еще были разрешены в практике психотерапии, это исследование получило ряд серьезных академических наград. Собственно, измененные состояния сознания на русский язык даже переведены. То есть, с этим можно ознакомиться не на английском. Вообще, у Тарта целый блок работ переведен на русский язык, по крайней мере, мне известны четыре большие его работы на русском языке. Поэтому к нему можно спокойно обращаться. Нас же будет интересовать его область не ножка иная, а его исследование гипноза. Он проходил постдокторантуру в Стэнфордском университете в 60-е годы, и там принимал участие в очень таких серьезных экспериментах, посвященных введению в гипнотическое состояние и исследованию поведения людей, находящихся в гипнотическом состоянии. Казалось бы, какое-то может иметь отношение к цветам. И в том виде, в котором это исследовалось до Тарта, действительно, отношения здесь никакого нельзя установить. Но Тарт предлагает совершенно уникальную концепцию, концепцию, может быть, в чем-то спорную, но в то же самое время оказавшую очень сильное воздействие на науку современную. В своей книге «Пробуждение», которая, опять же, есть на русском языке, он пытается распространить понятие гипноза на всю культуру в целом. Начинает он эту книгу с высказыванной достаточно простой мысли, о которой мы часто забываем. В общем-то, ничего в ней такого, из того, что я сейчас зачитаю, нету радикального. Но это сильно поможет нам прояснить, почему греки видели радугу или так, как мы. Сознание, особенно в его аспектах восприятия, создает внутреннее представление внешнего мира. Таким образом, мы имеем в себе достаточно хорошую карту внешнего мира, с помощью которой можем определить свое место в нем. В общем-то, повторюсь, это очень простая мысль, но здесь она очень хорошо и лаконично изложена, а во-вторых, про нее при всей ее простоте постоянно забываем. То есть, ни мы, ни древние греки радугу не видели, а лишь фиксировали наше восприятие радуги. А это не одно и то же. И это восприятие действительно может радикально отличаться. То есть, не нужно искать изменения в радуге или в глазе. Нужно изменять, фиксировать те изменения, которые происходят между ними. Являясь очень крупным специалистом в области введения в гипноз, изучения гипнотических состояний, которые он тоже относит к измененным состояниям сознания, Тарт вводит в научный обиход выражение «согласованный транс». То есть, культуру он интерпретирует как своего рода конвенциональный транс или то, что я именовал культурным кодом, как тоже, условно говоря, измененное состояние сознания, только социально пригодное, социально признанное. То есть, он говорит о том, что разница между условно нормальным и ненормальным состоянием сознания, то есть, обыденным и измененным, лишь в том, насколько оно разделяется большинством в этом обществе. То есть, он говорит о том, что наше включение в культуру, в которой мы живем, является абсолютно таким же гипнотическим состоянием, которое удается заподручить в лабораторные условия. Другое дело, что это гипноз, который разделяется всеми или, по крайней мере, большинством. В своей этой книге «Пробуждение» Тарт достаточно подробно анализирует то, насколько наши действия на самом деле автоматизированы. То есть, насколько мало мы осознаем большую часть из того, что мы делаем. Эти действия выполняются, исходя из некого наработанного алгоритма, который мы воспринимаем в детстве, через родителей, через сверстников, через наших учителей, кумиров и так далее. Таким образом, постепенно формируется вот этот кондициональный транс, или согласованный транс, что одно и то же. И здесь он ссылается на, опять же, всем известные эксперименты российского русского физиолога Павлова по установлению, формированию условного рефлекса. Дело в том, что в народе, так скажем, у широкой публики есть несколько привратное представление о том, как формируется этот самый условный рефлекс. Если, напомню, суть эксперимента Павлова. Прежде чем собакам будет дана пища, включалась лампочка. И так как цепь смыкалась в голове, естественно, этих собак, что когда загорается лампочка, через время дают пищу. На саму лампочку начиналось слюноотделение. То есть уже пищу можно было не давать, достаточно было включить лампочку, и стюнное отделение уже варабатывалось. Но есть у этого механизма одно умо. То есть если после того, как мы будем очень-очень долго включать лампочку и давать мясо, мы несколько раз включим лампочку, но мясо не дадим, условный рефлекс полностью разрушился. Стойкий же условный рефлекс формируется совсем по-другому. Если, допустим, мы 10 раз подряд включим лампочку и мясо дадим, потом 1 раз включим, но не дадим. Потом 7 раз включим и дадим, потом 2 раз включим и не дадим. То есть нужно, чтобы не было никакой логики, но преобладало позитивное решение вопроса. То есть когда лампочка включается, мясо все-таки дают. Так вот, таким образом формируется настолько прочный условный рефлекс, что после этого, если мы 20 раз будем лампочку включать и мясо не дадим, все равно стойно нам не дадим. Вот в чем дело. И он говорит, что культурный транс, или согласованный конвенциональный транс, это и есть такой механизм. Раз запущенные механизмы, в условиях смены культуры, очень долго продолжают работать, когда уже у них нет позитивного результата. И для того, чтобы от них избавляться, во-первых, от них избавляться очень сложно, потому что мы находимся в обществе, которое их разделяет. А во-вторых, потому что, так скажем, степень нашей сознательности достаточно низкая. То есть мы контролируем очень малое количество своих действий, решений сознательно. Большую часть из них мы выполняем автоматизированно. В том числе и через просто элементарный меметизм, через подражание окружающим. Это уже будут совсем другие исследования, кстати, еще были новые, и еще были серьезные. А если интересно, то почитайте Джага Морица-Лайцин. Это одно из самых важных открытий 21 века, открытие зеркальных нейронов. Есть тоже на русском языке, называется «Зеркала в мозге». Джагу Морица-Лайцин. Это, конечно, сильно сложнее, чем Тарт. То есть это научная книга о мозге. Здесь книга все-таки рассчитана на широкого читателя. И Тарт демонстрирует на примере сравнения лабораторных экспериментов по культуры очень много сходств. Допустим, загимнотизированного человеку внушают, что на столе не три предмета одинаковых находятся, а два. Так вот, он видит реально два. Самое забавное, что чтобы не коснуться, не уронить третий предмет, он всячески его избегает. То есть на бессознательном уровне он его, естественно, видит. Но на уровне сознания он его не воспринимает. И чтобы его не воспринять, на уровне сознания, он делает все возможное, чтобы его не коснуться. Но реально он его не видит. Вы наверняка сталкивались с таким много раз в своей жизни, когда вы что-то теряли дома. И вещь эта находилась на том же самом месте, где она и была. Но вы ее в прямом смысле слова не видели. И это не, как в народе любят говорить, не по глазам было. То есть речь идет о том, что вместо этой вещи ваше сознание достраивало плоскость стола. То есть вы действительно смотрели туда и не видели этой вещи. Потому что мы видим не окружающий нас мир, а его модель. это, в общем-то, доказанный факт. То, с чего я начал ваше знакомство с этой книгой. Так-то мы видим не реальность, а нашу модель. Реальность. И, естественно, эта модель у нас, у древних веков, была различна. Поэтому говорить о том, что наша модель лучше, чем описанная Аристотелем, это в общем-то бессмысленно. спустя 300 лет могут очень сильно посмеяться на тему, как мы видели эту самую ударку. Пример из области культуры. Тарт приводит, достаточно известный такой, когда корабли Кортеса подплыли к Америке, как известно, на корабли туземцы не обращали никакого внимания. То есть они их реально не видели. Но когда воины сошли в шлюпки, они тут же среагировали. Почему? Потому что размер этих шлюпок был соответствующий максимальным представлениям туземцев о лавсредствах. Корабль же они не могли увидеть, потому что он не вписывался никаким образом в их сетку координат. Это как если самолет предъявляется на дорогу, например, машины, водители не увидят его. Они просто не... В каком-то смысле, я думаю, это так примерно, как нас могут наблюдать досяком. Для них просто огромное количество отдельных частей. Кроме с большой долей вероятности, по крайней мере, согласно лакомы, мы и являемся. То есть то, что нам кажется, что мы представляем собой некое единство, это не более, чем наше представление об организмах, которое, скорее всего, является все-таки конгломератом, а не организмом. То есть не является единством. По крайней мере, очень много серьезных ученых современных на этом наставят. Это одна из моделей объяснения вот этой метаморкозы цветов. Но, как вы уже поняли, если очень-очень долго положительного результата при применении одной и той же тактики не наступает, этот условный реплекс естественно снимается. Поэтому эпистермы или парадигмы меняются. То есть, получается, исходя из практических исследований, ТАРТ приходит к такой же модели, которой LPCR приходил, исходя из логического анализа культуры. То есть, наша культура это некая система с асимметричной доминантой, то есть, она вся шатается, худло входит, и когда это, так скажем, система приходит в излишнее шатание, доминанта может смениться. И все. Вся система переорганизуется в нечто совершенно иное, при этом нельзя сказать, что ее куда-то ведут. То есть, здесь говорить о каких-то сознательных действиях по отношению к эпистемии просто невозможно. Это корректнее всего здесь сослаться на фразу, приписывающую обычно Энгельсу, когда он говорил, что один хотел одного, второй другого, третий хотел чего-то третьего, и соответственно в совокупности их желания привели к результату, который не хотел никто. Примерно так и функционируют вот эти эпистемы. То есть, это действительно некая, условно говоря, среднеархипетическая тенденция каждого отдельно взятого субъекта. Есть о субъектности, здесь вообще можно говорить. И вторая фигура, о которой бы я хотел сегодня в связи с методологией, это высказаться. Это относительно молодой ученый, для философа, как вы видите, молодой. Это Томас Мэдсингер, с 58-го года рождения он, он преподает в Майнце, две его работы прежде всего следует знать. Как бы не знаю, есть ли одна из них на русском языке, она самая важная. 2003-го года он называется «Быть никем». Собственно, он снимает основные вопросы по отношению к «я», которые были на протяжении всей истории и философии, просто устраняет этого дела. И, в общем, достаточно аргументированно показывает, почему «я» не существует. Почему это всего лишь иллюзия, без всяких ссылок на достаточно сомнительный, так скажем, квазиэзотерический ингуистский контекст, который был свойственен, так скажем, середине 20-х. То есть он логически доказывает, причем ссылаясь к целому кучу современных новейших исследований сознания, почему «я» не существует. А вот другая его книга на русском есть. Это «Эго-туннель», причем на русском она вышла в дополненной версии, она шире, чем первоначальная версия, книга первоначальная 2009 года вышла. Она есть, вот «Эго-туннель». Советую вот эту книжку вообще к каждому прочтению, потому что книга очень серьезная, книга, на мой взгляд, написана простым языком, и она гарантированно полностью поменяет ваше представление об окружающей реальности, и о том, во что можно верить, и чему нет. Причем он абсолютно не гнушается, как и многие действительно серьезные ученые, такие как Тарт, тот же Менцингер, они абсолютно не гнушаются исследованием опыта парапсихологии, потому что им интересно узнать истину, установить ее. И, например, здесь целый большой блок посвящен совершенно точным лабораторным исследованиям осознанных сновидений, к примеру. им удается блистательно показать, чем они являются на самом деле, и, в общем-то, с помощью этого доказать еще много подскудно интереснейших вещей. книги. В книге это очень много всего, я бы даже сказал, что это книга скорее собрания тезисов, то есть ее можно каждую страницу читать отдельно и удивляться, но меня будет интересовать хотя бы один эксперимент, который будет иметь непосредственное отношение к возможностям нашего восприятия мира. достаточно известный опять же эксперимент, который называется эксперимент резиновой рукой. Иллюзия резиновой руки. Человека берут руку и прячут ее от него. Можно как обувь закрыть. После этого перед ним размещают резиновую руку, она его никак не касается, просто лежит на столе. И начинают одновременно касаться зондом разных пальцев его руки и одновременно резиновой руки, которая лежит перед ним. То есть его ощущение прикосновения тождественны его взгляду на прикосновение к резиновой руке. Свою руку он не видит. Даже те, кто отлично знают суть этого эксперимента, спустя очень ограниченное количество времени начинают ощущать резиновую руку как свою собственную. Более того, у некоторых даже достраивается модель туда руки. То есть они реально видят эту резиновую руку как продолжение своего собственного тела. Но эксперимент заканчивался в большинстве случаев очень жестоко. У этой резиновой руки палец погибали и человек чувствовал дикую боль. Повторюсь, этот эксперимент проводился как на теме, кто не был в курсе, так и на теме, кто собственно его разрабатывал. И с ними было абсолютно то же самое. Здесь никаким образом не влияет на то, знаете бы, что будет происходить или не знаете. Сработает гарантированно, и в том и в другом случае. Что это означает? Это в общем-то означает то, что мы считаем за себя, нами не является. А это является то, что Мэтсен Герн называет феноменальной себя моделью. Это всего лишь модель, которую выстраивает наше сознание внутри модели мира. Все, что мы видим, в том числе наши руки, это все одинаковая модель. Но внутри этого мира размещается феноменальная себя модель, которая совершенно необязательно согласована с нашими руками, ногами и так далее. Примеров очень много, более показательных, но они более сложны для объяснения в пределах лекции. Поэтому желательно читать самостоятельно и смотреть на фото, картинки, которые там приводятся. Это просто самая простая, которую можно было провести на лекции. Поэтому я ссылаюсь на нее. если даже свою руку от не своей руки мы отличить не можем, что тут говорить уже о радуге, понимаете? Естественно, ее цвета в полном смысле слова могли располагаться в другом порядке. Если это было обусловлено наукой того времени, именно тот порядок цветов, который на тот момент существовал. И действительно они видели сначала лиловый, а потом красный. Для них это нормально было. Враты. Нисколько не удивлюсь, что они действительно видели таким образом раду. Это не ошибка. нет никакой гарантии того, что как мы видим ее сейчас это окончательная и последняя база ее восприятия. Что пишет Мэдсингер? Конечно, никакой призрачной руки не существует. Но то, что вы испытываете в иллюзии резиновой руки, я называю содержанием или контентом феноменальной я-модели или модели себя. сознательной модели организма как целого продуцируемого мозга. То, что мы воспринимаем себя как целое и то, что нам кажется, что вот это мы, это не более чем иллюзия. Все, что мы вокруг видим, это тоже мы. Потому что это все выстроено нашим мозгом для нашей ориентации в этом пространстве. Это карта мира. Это не сам мир. Естественно, на карты бывают геологические, политические и так далее. И обозначаться там будут совершенно разные вещи. Исходя из того, какие цели и задачи стояли у картографа. Сейчас даже такие карты есть. Вы отлично это сами знаете. И культура каждая предлагает свою карту реальности. Потому что ее интересуют иные аспекты этой самой реальности. И мы действительно в полном смысле этого слова видим различные вещи. То есть мир глазами древнего грека это другой мир, чем мир нашими глазами. Естественно, это не значит, что мы не видим чего-то, что для нас очень-очень важно. В нашей культуре мы не видим только того, что для этой культуры не важно. здесь тоже не нужно из этого делать какие-то далеко идущие квазиэзотерические выводы. Так что действительно эти самые греки могли видеть море линного цвета, как они писали, иную последовательность цветов в радуге и так далее. Прошу обратить внимание, если мы ссымаемся на то, что наукой доказано, что в радуге такой порядок цветов, но, простите, наукой самой передовой древних греков тоже было доказано, что порядок цветов в радуге чем у нас сейчас. Почему мы считаем, что выводы, сделанные Ньютоном, являются истинной последней инстанцией? Аристотия тоже выдающийся ученый. И спустя какое-то количество времени может появиться данные, кстати, они уже есть, о том, что в общем-то наше восприятие цвета даже не зависит на самом деле от длинной волны. В большинстве случаев от нас же глаз дает значительную погрешность восприятия этой самой длинной волны. То есть мы можем не тот цвет воспринимать как один или как другой и так далее, путать эти цвета. Здесь речь не идет об каких-то нарушениях зрительного аппарата. Просто для нашего выживания это не так важно. Вот и все. И в общем-то здесь нельзя не упомянуть еще одну концепцию, и она для нас важна, потому что с этой фигуры мы их цвета перейдем к истории назад. Это концепция синхронии по Карлу-Густаву-Юнгу. Даже так, концепция Вольверга-Пауэлли и Карлу-Густава-Юнга по синхронии. Потому что Паули все-таки как специалист от строгой науки там веса сильно придает. Все-таки ловлят Нобелевской премии по визике. Паули и Юнг разработали идею о синхронии. Синхрония это у нас беспричинное, но значимое совпадение, которое мы фиксируем. Ну, предположим, вы набираете номер в телефоне вашем и в этот момент приезжает к нему вас автомобиль, у которого цифры точно совпадают только что надо набивать. Понятно, что причина следственная связь тут равно глю. Но это совпадение лично для вас является значимым, потому что вы его зафиксируете. Соответственно, я сильно упрощу версию синхронии по Юнгу, а я его утрирую, чтобы было просто понятно. Он приводит такой пример. Когда он писал работу о символизме рыбы в раннем христианстве, то он вышел на улицу и увидел сразу на берегу огромную выброшенную на берег мертвую рыбу. Разобьем эту идею, дальше человек заходит в город, проходит мимо книжного магазина, ему бросаются в глаза фамилии или названия книг, только связанные с рыбой. Рыбалку или книга о рыболовстве и так далее. Из радиоприемников, мимо которых он проходит, неожиданно доносится астропрогноз о знаке рыбы. и он замечает вокруг рыбные магазины, которые ему кажется, что они только сейчас открылись, вполне возможно, что не до этого там было, но тут он их замечает. И он приходит наконец в офис, ему дают бумагу и говорят, слушай, сделай мне рыбу, и мы все оформим. То есть это слово может использоваться в самых различных оттенках и тем не менее получается целый блок подряд происходит неких совпадений, которые не могут иметь причинно-следственную связь, и тем не менее они завязываются в нечто целостное. Понятно, что Юнг из этого делал трансцендентный город. То есть для него это некий единый унус-мунус, то, что наша психика на самом ее пограничном уровне переходит в психическую жизнь самого мира как такового. И повторюсь, в эту же серьезный физик Ольган Пауэлли Де Юнг несерьезным его никак назвать не цель, понимаете. И они совместно написали серьезное исследование, в котором изучали огромное количество натальных карт, то есть карт по рождению в соответствии с зодиакальными фигурами и планетарным расположением, и пытались найти некое здравое зерно. И в общем-то, как им показалось, они его нашли, что действительно есть определенная связь. Я же вам приведу пример сейчас, немножко откорректируя то, что говорит Юнг, и предположим, что этот же самый человек, который пройдет по тому же самому маршруту, писал в этот момент книгу не о символизме у ранних христиан рыбы, а, допустим, масле. И выходит он, значит, и видит, что выброшена рыба на берегу лежит, а вокруг все маслом залит. Идет дальше. В книжном он уже видит фамилия Маслов, книги о том, как изготавливать масло и применение его в кулинарии. из этого же самого радиоприемника он слышит уже тот же самый астропрогноз про рыбу. Но там говорят, что все будет как по маслу. И когда приходят в офис, эту фразу повторяют. Сделайте нам рыбу и все будет как по маслу. То есть я не поменял на самом деле ничего. Не в этом маршруте, не в факте. Но акцент смещается. То есть речь идет не о том, что нужно говорить, что мир откликается на его исследование в области символизма рыбы лишь о том, что наши доминанты восприятия по крайней мере в их частном аспекте, то есть в аспекте касающихся непосредственно нас, могут смещаться. То, где лежит сфера наших интересов, естественно мы воспринимаем ярче, обостреннее. И пройдя по одному и тому же маршруту, два человека, которые в этот момент исследуют различные вещи, увидят и услышат различное. То есть так скажем, степень, количество воспринимаемых нами вещей весьма и весьма ограничено. Большую часть мы воспринимаем на автоматическом уровне. Сознательно же мы фиксируем очень относительно малое количество стимулов из внешнего мира. И то, на что мы обращаем внимание, естественно подвязано на наше доминантое восприятие. Все остальное просто фильтруется. Так что никакой трансцендентальной реальности тут естественно нет. Это все тот же самый культурный код, но на этом примере я хотел показать, как действительно можно воспринимать по-разному, в том числе и цвета, находясь в одном и том же культурном пространстве. Но ни для кого не секрет, что художник будет воспринимать в огромном количестве оттенки значительно сильнее, чем, так скажем, человек к цветовой палитре, имеющий самое посредственное отношение. Он будет воспринимать художник не только более дифференцированно, но и более интенсивно на них реагировать. Так же, как любой музыкант будет очень интенсивно реагировать на звук. Вплоть до того, что даже различные методики при диагностике мозга используются. То есть, заранее сказать, что ты профессионально занимаешься музыкой, там будут оценивать, так скажем, твою гиперчувствительность к звуку совсем по-другому. Потому что непрофессионалы, так скажем, такая реакция на звук может считаться уже чуть ли не признаком патологии. А для профессионалов это нормально, потому что это и есть сфера его деятельности. И туда обострено восприятие. Вот в чем дело. То есть, для каждой культуры обострено восприятие каких-то отдельных, определенных моментов, исходя из этого выстраивается вся эстетическая структура. То есть, что-то считается самым совершенным, что-то таким, малозначительным, а что-то вовсе игнорируется и вообще не воспринимается. И, в общем-то, с фигурой Юнга я хотел бы вернуться к нашей теме, к теме истории цвета, потому что с его именем связана весьма интересная традиция, традиция, которую я буду критиковать, но нужно понимать, что для своего времени Юнг крупнейший афигурой. Это очень серьезный ученый, так же, как бессмысленно критиковать Аристотеля за то, что он не знал спектр методов. В общем-то, это просто глупо. Представляю, как над нами будут семьяться лет так через триста. И Юнг сам, конечно, цветами не занимался. А если их интерпретировал, то просто в контексте интерпретации тех или иных изображений или сновидений, то есть собственной теории цвета у него нет. Но он ввел в научный обиход такие понятия, которые оказали на историю цвета очень сильное воздействие. И собственно, главным его нововведением является концепция архетипов сознания, причем трактованная именно вот этой новой модели аналитической психологии. То есть слово архетип понятно существовало до юнга, но означало нечто иное. Впервые слово архетип употребляется юнгом в докладе инстинкт и бессознательное в Лондоне в 919 году. Что есть архетип? Архетипы это такие универсальные паттерны, свойственные человеческому сознанию, человеческой психике даже более точно не сознанию. И сам по себе архетип не познаваем. Это то, что для сознания закрыто. Но архетип продуцирует совершенно определенные архетипические образы, которые и позволяют его выявить, и которые являются универсальными и внеисторическими с точки зрения религана. В более поздних работах архетипические образы он заменяет на символы, уже использую понятие символ, и активно начинает исследовать алхимический символизм. В частности, очень известная работа такая поздняя Мистериум Коммиттионис Таинство Воссоединения. Именно от Юнга и проистекает традиция падения в анахронизм, потому что он, допустим, интерпретирует алхимический символизм таким же образом, как он истолковал бы сон современного человека. Для него цвета, появляющиеся в сновидениях, никак не ограничены по времени. Он расширяет их до области внеисторической. Также он интерпретирует библейские тексты, а его последователи идут уже древнеегипетские тексты и так далее. но к чести Юнга стоит сказать, что у него архетипические образы всегда амбивалентны. Любит пользоваться таким понятием, как антиадромия, это переход явления в свою противоположность. То есть архетип, он задает некую линию между плюсом и минусом. Всегда. Любой архетипический образ обладает как условно позитивной, так и негативной символикой. То есть он именно амбивалентен. Чего уже зачастую не будет у последователей в мире. По крайней мере очень многих. Или в таком популярном заводе медуанской психологии. Там эти символы сводятся едва ли не к знакам. Как мы видим на светофоне. Красный стоим, зеленый едем и так далее. У Юнга это должно было обозначаться каким-то одним архетипическим образом. Потому что и то, и другое связано с движением, с его наличием и его отсутствием. Так что Юнг сам по себе поинтереснее и посложнее, чем его продолжатель. У Юнга на память приходит несколько описаний таких важных с цветами связанными. Одно это его видение о зелено-золотом распятии. По-моему, как раз из мистериум конъюнктионис, когда он видит типичный образ Христа, но в зелено-золотом цвете. И он это трактует, естественно, зеленый как символ роста. Опять же, то есть уже действует зеленый, получается, в измерении современном. Очень странно было о таком, как прочесть, допустим, в латинской литературе, я имею в виду, классический ритм. То есть зеленый как символ роста, а золото, соответственно, как высшая ценность. То есть это, получается, не законсервированное распятие, а распятие, которое поддается дальнейшему развитию интерпретации истолкования и так далее. В общем-то, на что он свою жизнь, по крайней мере, финальную часть потратил. На, в том числе, интерпретацию библейских текстов. Самая важная, наверное, книга, это посвящен Иову. Есть еще один образ у него, это некто красный из красной книги. Опять же, красный выступает здесь в роли особенно наглядно амбивалентной. То есть, с одной стороны, это инфернальный образ, это фактически дьявол, с другой стороны, красный это символ либидо. И получается, с одной стороны, это лукавый образ, образ обманщика, образ сатаны, с другой стороны, это образ, который, в общем-то, без которого мы окажемся просто без сил. Нет либидо, нет движения. Никакого. В области психической жизни. Это как раз из красной книги. Сейчас, кстати, красная книга переведена, поэтому, если кому интересно, советую ознакомиться. Красная книга Юнга, это его опыт, так скажем, активного воображения. это не то, что сны, но очень близко к этому. В средневековом изводе это бы назвали духовическое. Это очень личный текст, он его не публиковал при жизни, но по оформлению самой этой книги, где огромное количество его рисунков, причем рисунков великолепного уровня, а Юнг очень хорошо умел рисовать. Можно даже сказать, что был, по крайней мере, полупрофессиональным художником, не очень много рисунков, и в этой картины книга очень богато проиллюстрирована. Как вы видите, его отношение к цвету было очень чутким, и в общем-то в его текстах мы все время видим некое сомнение. Он не был излишне догматичен, как его последователи. Понятно, что он часто высказывается категорично, но в другом месте он может высказываться категорично совершенно в противоположную область. То же самое можно сказать и о Фрейде. То есть тексты основателей систем, как правило, интереснее, чем их последователей, потому что для того, чтобы привести это в непротиволечивую модель, естественно, очень многое фильтруется, что, в общем-то, фильтровать не следовало бы. Несмотря на то, что я так в критическом ключе подошел к Юнгу, я к нему отношусь очень хорошо, более того, я около 30 текстов Юнга сам переводил на русский язык. Ну, вот, впервые. Так что я знаком со всем блоком его литературы, та, которая есть на русском, и та, которой нету. И сейчас, в общем-то, это почти все уже доступно на русском языке. То есть это можно просто прочесть. Еще, буквально, лет 10 назад от этого были рожки-доножки от Юнга. А у него очень большой блок текстов, в том числе по интерпретации своей деятельности. Как минимум это 6 томов. Естественно, речь идет не о текстах, а о семинарах. То есть это устная речь, переведенная в письме. Вы наследницы Юнга, в арт-терапии, которая на самом деле к Юнгу не имеет прямого отношения, скорее пытается на нем выстроить какую-то свою модель, а цвет по большому счету становится именно знаком. То есть вот этот цвет-то означает тот. Да, в редчайших случаях там бывают, встречаются как позитивные, так и негативные значения. Например, зеленый чаще всего интерпретируется исключительно позитивно. Что, в общем-то, не уверен, что было бы разделено Юнгом, так как Юнг стоял на принципиальной позиции выдерживания противоречий. То есть именно разрывание противоречиями, вот эта натянутая струна между парами противоположностей является муасибым концепцией Юнга понятием. Так что, в общем-то, современная психология именно, а Юнг все-таки был психиатром и психологом, то есть он был врач профессиональный, который мог людей лечить, а не просто советовать какие-то так скажем, квази-гуровские речи толкать. Чем занимается психология? Цель психолога наставить нас на путь истины, посоветовать что-то, психиатром и вещами занимаются, естественно. Причем, что хороший психиатром даже ничего не советует. Он и не должен советовать, он должен выполнять роль отсутствующей художественной как раз должен создать этот вакуум пустоты, чтобы наконец-то начали служить самого себя. Еще одна интереснейшая модель подхода к цвету, тоже возникшая, правда, пораньше, чем Юнг, на рубеже 19-20 века, хотя обнародовано было примерно то же самое время, что и первые мюнгианские работы вышли в свет. Это модель, относящаяся к эзотерическому знанию. И странно, что его игнорируют, потому что на самом деле это очень важный пласт европейской культуры, который влияет на нас и по сей день. Естественно, для науки не должно быть каких-то запретных тем, однако они есть. Например, в сфере моих научных интересов я изучаю историю как второго. На что пишу свой семитон. Уже третий том скоро выйдет третий том. Вы понимаете? И в среде научной отношение к этому сильно противоречивое. Потому что моя методология научна. Это говорит о том, что наука не научна, если у нее есть свои вкусовые предпочтения. Мы с вами сейчас посмотрим модель как раз эзотерическую, которая на самом деле с научной точки зрения работать будет, а потом посмотрим научные модели начала 20-го века, которые эзотерично дало звук костей. Например, сейчас только мы обращались к исследованию Юнга и Паули, которые на полном серьезе изучали гороскоп. Понимаете? в попытке обнаружить умус мундус единый мир алхимика. Вот это молока, академическая. А сейчас мы посмотрим, чем занимались эзотерики. К слову, какие эзотерики? Речь пойдет в общем-то о герметическом органе Золотая Золя, о коломасонской организации, важнейшая для европейской культуры. Конца 19-го, начало 20-го века, определяющая нашу культуру во многом и по сей день. Орден сложился в 1888 году, естественно, в 1888 году, и в чистом виде распался в начале 20-го века. Но его отдельное ответвление существует и по сей день. Кто туда входили? А, собственно, крупнейшие ваши братья литераторы. Уильям Батлер-Ейц, один из ключевых людей в этом ордене. Далее. Алджинон Блэквуд, один из основателей жанра хоррора принципов литературы. Тот кумир Лавкрафта. Далее. Автум Мэйчен, его роман «Тайная слава», я считаю, одним из лучших британских романов в принципе всех принял. Далее. Такой исследователь масонской и каббалистической традиции как Артур Уэйт и всем известный человек, опять же, писатель, поэт, которого больше знают как сатаниста, Алистер Кроу. А, сатанистом, честно, снигу. Это так естественно обращается. Он себя просто называл «беликим зверем». Так вот, последний нас будет интересовать больше всего, то есть Алистер Кроу. Потому что именно благодаря нему тексты, посвященные цветовой символе Преодиона «Золотая заря», и были окубрированы. То есть он, взяв на себя проклятие своих собратьев по Ордену, все-таки взял этот текст от Пулькова. Он есть сейчас и на русском языке. Книга называется 777, Либер 777, или Каббала Алистера Кроу 777. В данном случае цифры обязательно должны наличствовать, ибо это связано с гематрией. Что это за текст? Ну, во-первых, прошу обратить внимание, новомен этого Ордена, это конец 19 века. Здесь на каждую букву Иврита предложена своя цветовая шкала, свое цветовое решение, то есть здесь 22 цвета, причем буква и фон решены выше в Львовских контрастах цветах. То есть если мы с вами до этого на полном серьезе обсуждали 6-8 цветов, с которыми в европейской традиции все носились, но в лучшем случае 12-18, это вообще предел для научной литературы этого времени. То есть здесь на полном серьезе люди используют 22 цвета, и речь идет всего лишь об одной модели, то есть у них для каждого из четырех и ром духовной реальности были свои цветовые шкалы. И это было рассчитано на обычных членов ордена, которые должны были эти цвета определять, отличать без сравнения, то есть отдельно, сами по себе. То есть степень дифференциации цвета здесь абсолютно беспрецедентна для литературы того времени. чем же уникальны эти цвета и сама концепция по отношению к цвету? Кстати, читал одну книгу, посвященную этому моменту, где страниц наста интерпретируется только цветовая гамма этого ломена. То есть за этим закреплен очень серьезный символизм. и это все заучивалось. Полный комплект документов ордена Золотая Соля это вот такие небольшие двухтомные здания, которые больше тысячи страниц гарантированно. Это информация для заучивания на память была предполагалась. И зачем были нужны цвета в этом акте? Именно такая сложная система. Цветам впервые предлагается интереснейшая функция цветовой карты, но не внешней нам реальности, а духовного мира. То есть цвета обретают свою духовологию. Допустим, вам приснился сон, в котором вы видели определенные цвета. Для того, чтобы определить значение этого сна, вам нужно найти, как эта цветовая шкала соответствует той системе, той карте духовной реальности, которая была предложена в этом ордене. И несмотря на то, что естественно, речь идет о 19 веке, они ссылаются на неизменность цветов, но орден не занимался историческими изысканиями. Соответственно, эта ссылка на древность системы не более, чем традиционная модель любой эзотерики. На практике она была направлена только на современность. То есть на то, что эти люди в своей духовической практике, то, что называется в юнгяне активным воображением, тоже здесь нет ничего эзотерического, в осознанных сновидениях или в своем опыте просто обычных снов могли точно проследить к какому локусу духовной реальности относится то или иное сновидение. Причем эта карта была многоуровневая, повторюсь, она из четырех боков состоит. От высшего мира до низшего мира. И цветовые шкалы там различные, хотя имеют определенное взаимовлияние. Такой сложной цветовой системы еще никто не создавал в Европе. И повторюсь, это было рассчитано в общем-то не на художника. Как видите, там куча известных литераторов было. В общении с многими из них состоял тот же долг и так далее. Чем это еще интересно? А тем, что получается, если в случае с арт-терапией или исследованием юнгианцев цвета оказываются вечными, неизменными, что мы можем, например, в связи с символикой цветов трактовать какие-нибудь древнеегипетские росписи, алхимические тексты и сновидения современного нам человека одинаково, то здесь вся эта система была заточена именно на практическое использование. А теперь представьте себе, что вы вот это заучиваете с целью точной идентификации, что вот этот цвет означает вот такое место в духовном мире, вот это такое, за которым закреплен свой ряд агнификаций, световая символика, свои значения и так далее. Очень быстро вы поймете, что ваши сновидения действительно начнут с вами говорить на этом языке. Уж не знаю, насколько это можно назвать бессознательным, но наше предсознательное естественно будет говорить с нами на том языке, в котором мы разбираемся. И я уверен, что это работало лучше, чем попытка перенесения Юнгам цветовой шкалы современной ему на интерпретацию химических текстов. В одном случае это якобы наука, в другом случае это якобы эзотерика. То есть вот это нормальная психологическая модель, если ее использовать по назначению. и она будет работать сейчас так же, как она работала тогда. Это не значит, что за этими цветами закреплен реально какой-то смысл. Это то же самое, как на пульте вы можете назначить на те самые лампочки на различного цвета разные значения, разные контролеры. И загоревшаяся оранжевая лампочка будет обозначать зеленая то-то. Это не значит, что зеленые оранжевые сами по себе обозначают эти вещи. Но это будет вам указывать на определенные события. То же самое здесь. Это выставление контроллеров, маркеров на все сферы нашей жизни. И поверьте, я уверен, что это будет работать. Тем более, что фамилии, которые я вам перечислял, которые, они, в общем-то, вызывают у меня исключительно уважение. Серьезные очень литераторы, большую часть, из которых я не просто уважаю, очень люблю как писатель. Пойдем дальше. Как раз на этом самом рубеже 19-20 века возникает еще такое интересное явление, как музыкально-цветовая синэстезия. Вот, кстати, пенега 777. На русском она немножко по-другому выглядит. Пойдем дальше. Музыкально-цветовая синэстезия. Активно изучается в начале 20-го века. Некоторыми, к сожалению, изучается и по сей день. Причем людьми, которые претендуют на то, что называются учеными. Но как справедливо писал Мишель Фуко, он очень ироничный автор. Так вот, он как писал так. Чтобы называть некоторые работы научными, означало бы впасть в чрезмерное преувеличение. И относительно вот этой исследований музыкально-цветовой синэстезии можно сказать то же самое. Все началось с двух русских композиторов, относящихся к разным поколениям, буржившим. В одно и то же время Корсаков дожил до преклонного возраста, а Склябин у меня молодым. В общем-то вы здесь их видите прохреты. Николай Андреевич Рейский Корсаков и Александр Николаевич Склябин Эти композиторы обладали так называемым цветовым службом. Якобы разные тональности они не только слышали, мы одновременно ощущали на уровне зрительного восприятие как цвета. Из этого некоторые так называемые ученые попытались сделать выводы о фундаментальной связи звука и цвета на уровне самой человеческой природы восприятия. Но проблема была в том, что даже эти два великих композитора, которые жили в одно и то же время, в одной и той же стране, слышали тональности и воспринимали их на уровне цвета совершенно по-русски. Вот видите схему. Здесь тональности написаны, тут две цветовых шкалы, это скребина, это римский горска. Совпадений там фактически нет. То есть естественные ассоциации, которые были у одного и естественно были у другого, какие-то другие, по какой-то чудовищной причине обобщили и попытались вывести из этого некую ниверсальность. я будучи также композитором тоже могу сказать, что слышу тональности спряженными с цветами. И они совершенно не совпадают ни с корзаком, ни со склябином. И к слову, стоит сказать, что цветовым слухом обладали и многие другие композиторы, то есть их список значительно шире. совпадений там в их спектре тоже нет. Однако я понимаю, что понимаете, вот это сопряжение цвета со звуком, который происходит в моем сознании, оно связано исключительно с некой обусловленностью, с тем, как я рос, как я воспитывался и так далее. Ну, с зеленым цветом у меня могут быть определенные ассоциации, которые сформировались в детстве. И они связаны именно с моим детством, а не с детством любого человека. И примерно этот же блок ассоциаций может, допустим, у меня совпадать, не знаю, с тональностью ре-мажор. Таким образом, через вот эту сеть ассоциаций ре-мажор с зеленым цветом начинает смыкаться. Это не значит, что между ними есть хоть какая-то параллель. Это значит, что лично для меня между ними установлена определенная связь. То же самое может быть и для каждого из вас. Например, у вас может быть какое-то очень важное событие, когда что-то произошло, приятное или неприятное, и вы в этот момент либо видели какой-то цвет, либо слышали какую-то музыку, и само включение этой песни или ваш взгляд, когда падает на точно такой же цвет, вы сразу же вспоминаете это событие. Но это не значит, что его нужно обобщать и делать выводы о том, что, допустим, это неприятный цвет в принципе для любого человека. Значит, что это действует только на вас. И в данном случае я привел действительно правдивую ассоциацию, то есть я вижу Ре-мажор как ярко-зеленый, а Ре-мяно как травянистый зеленый, темный. Сравните здесь у того и у другого желтого. Редкое совпадение у них. И нет никакого совпадения со мной. То есть исключительно не индивидуальный фактор. Да, это действительно работает. Это работает исходя из того, что помните я вам говорил означающее само по себе не означает ничего. Оно отсылает к другому означающему. Это сеть уртина. И естественно когда мы говорим о чем-то одном мы задействуем всю эту сеть. Сначала ближайший ряд амплификации, потом более отдаленный и так далее. Каждый более далекий ряд амплификации слабее и слабее зависит. Естественно когда это накладывается друг на друга всплывают и соседствующие сети. Это логично поэтому это было бы странно если бы этого не происходило. И конечно же такие допустим композиторы художники как Чувленис который прославился и в одной и в другой области естественно у него был тоже цветовой слух. Развито слух развито зрительное восприятие. римский корсиков подробнейшим образом описывал какие ему нужны декорации. То есть он тоже очень четко очень представлял себя как это должно в цветовом виде быть решено. А скорее он прославился по сути изобретением светомузыки. То есть на его премьере его поэм в Ревитей впервые были приняты разноцветные лампочки которые должны были соответствовать тем или иным разделам его партитуры. Так что здесь опять же не нужно впадать в универсализм и пытаться обобщать то что является исключительно частным явлением. Более того разоблачить цветомузыкальную синестезию вот в таком виде в котором ее можно часто встретить сомнительного качества в литературе достаточно легко. Понимаете? Дело в том, что ноты или тональности не являются абсолютными высотами. Это условно это значит. Например нота до в высоком струе будет равна ноте Р в низком струе. Это только наименование абсолютными высотами ноты не являются. Они указывают лишь отношение в тональной системе. Так вот представьте себе что в данном случае низкий высокий строй но записанные ноты будут по-разному звучать на абсолютном уровне будут одинаково а с точки зрения этой схемы мы получим разные цвета. но звук будет один и тот же. Насколько условно эта система не имеет никакого отношения к фундаментальным особенностям восприятия нашего. Это просто система которая действовала на уровне некого убеждения так же как это использовалось в золотой зале только в золотой зале это использовалось как сознательная сетка для выяснения некой ситуации а здесь это используется исключительно чтобы запутать вообще что бы то ни было и не разобраться уже потом не разбираться вообще ни в чем так что повторюсь разделение на эзотерический корпус мысли и корпус мысленно-учный достаточно условно тот же самый Ньютон как известно очень любил алхимией заниматься кардезианские координаты трехмерного пространства говорят основаны на тримитинном божестве их основания лежат так что многие фундаментальные понятия нашей культуры требуют серьезного переосмысления трудименты совсем других моделей которые зачастую и сейчас уже не используются но мы используем то что от них осталось причем используем в совершенном смысле к таким же квазинаучным работам оказавшим огромное влияние на культуру стоит отнести и тексты великого русского художника Василия Кандинского ровно спустя сто лет после трактата о цветах Гёте выходит книга которую можно условно было назвать антиподом Гёте это книга о духовном искусстве Василия Кандинского это абсолютный эзотерический текст на самом деле где за цветами закрепляются очень жесткие значения которые были типичны для самого восприятия Кандинского а собственно чем отличается текст эзотерический от неэзотерического чем отличается так скажем психология как наука от наставничества в ту фигуру эзотерическая мысль это когда человек на основе своего индивидуального опыта делает обобщенные выводы ему это помогло и он думает что значит это поможет всем а психология предполагает все-таки то что будет какая-то проверка верификация как это будет действовать на других людях если это не будет работать это будет просто претерываться а в случае с Кандинским он свой личный опыт пытается возвести в норму и он окажет огромное влияние на становление дизайна потому что именно в это время он будет появляться в современной форме и в дизайне то что я сейчас вам озвучу в общем-то будет применяться по сей день а это глупость понимаете это работало только у Кандинского да историку искусств исследующего творчества Кандинского очень важно знать что каждый цвет значил для Кандинского но это не значит что эти же цвета перенесенные на анализ допустим полотна Леонарда дадут хоть какой-то более-менее вменяемый результат вот что пишет Василий Васильевич процитирую белый это глубокая созидательная тишина черный безысходное ништо серый безнадежные неподлижности красный горячий нитежный могучий фиолетовый остывший красный коричневый воплощение твердости оранжевый озаряет все вокруг синий отступает и любая поверхность окрашенная синим словно удаляется от нас как видите здесь абсолютно однозначные утверждения здесь уже никакой ангивалентности юнгианской речи не идет здесь просто некий констант вот этот цвет значит вот тот красный здесь уже становится горячим убьет еще синий был теплым цветом сто лет прошло но на самом деле Кандинский повлиял на всеверную историю цвета не сам даже по себе а исходя из своих последователей в частности из-за Иогануса Итва Иттен автор курса разработанного для Баухауса такой современной школы архитектуры и дизайна которая сначала была в Вейболе потом в Дессау там где преподавали Вайтер Грохиус Мисс Ван Дерой то есть наиболее передовые архитекторы того времени так вот Иттен там читал курс по цветам в нашем измерении по цветам дизайна оформления помещений и так далее и влияние Иттена повторюсь на нас до сих пор огромное особенно в области дизайна так что утверждал этот самый Иттен он пишет что слово и звук форма и ее цвет суть носителя трансцендантной сущности уже выход в новое измерение далее он учил молодых дизайнеров следующим у людей чувствительных цветов несимпатичные цвета могут спровоцировать психическое расстройство разве общее хорошее самочувствие не является более важной целью чем эстетическое единство то есть появляется понятие правильных смешений цветов и неправильных что есть цвета которые не нужно смешивать вместе не нужно их вместе использовать потому что это вредит атмосфере окружающих и вредит их даже психическому здоровью вот этот бред повторяется во многих книгах по дизайну до сих пор которые сейчас стали активно высмеивать где параллельные цвета это персиковые во всех всевозможных оттенках краска сильно ярко синий зеленый вообще мрак коричневый это как в могиле все перечисляется и куча 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 оттенков персиковых параллельных цветов вот это идет от Итана это не интенсия Итана но понятно откуда ноги растут просто вот такие вот идеи далее самое радикальное у Итана он полагал что каждому цвету соответствует геометрическая фигура и что это незыблемое соответствие на уровне самой модели мироздания так красному цвету соответствует квадрат желтому треугольник и синему круг то есть он во-первых приводит только три базовых цвета причем три базовых цвета как вы видите субтрактивной модели не аддитивной то есть сейчас чаще всего мы можем встретить все таки аддитивную модель которая используется в телевидении на компьютерах там цвета другие там зеленые а не желтые в субтрактивной модели цвета красный желтый синий у него это квадрат треугольник круг но вот мне задача в древнеиндийских таттвах которым больше тысячи лет несколько тысяч лет квадрат как раз желтый а треугольник красный как-то на универсализм никак не тянет понимаете кстати таттвы отлично иллюстрируют концепцию возможности различного понимания времени то есть если для нас время просто делится на равные промежутки то для индуса время постоянно меняется качественно таттвы это измерение времени и то есть в каждую единицу времени которые меняются очень часто время имеет различные качества таттвы подходит больше для активности другое для пассивного восприятия и так далее что как раз показывает насколько могут различаться культуры и в общем-то я закончу нашу лекцию самым таким броским известным высказыванием Итана которое он произнес для своих студентов в 22-ом году он говорил законы цвета вечны абсолютные не зависят от эпохи и сегодня действуют так же как в незапонятные времена Ладно ребят в следующий раз мы закончим у нас совсем чуть-чуть осталось и пойдем смотреть цвет немножко в ином ракурсе исследования его в старинных текстах насколько это вообще корректно возможно читать есть вопросы какие-то у сегодняшней лекции есть какие-нибудь книги которые посвящены золотой изоляции собственно издан весь корпус самих текстов золотой заря под редакцией Израиля Регарди это первоисточник это интересно во вторых я знаю что в МГУ писалась диссертация кандидатская на эту тему за авторством Панина должна была уже защититься потому что писалась давно 3-4 назад и в общем то кому любопытно вы можете скачать сам текст книги 777 просто посмотреть вот эту структуру соответственно думаю вам на первую этого будет более чем достаточно что касательно вашего зачета меня просто спрашивали вам прислали естественно на то что было в прошлом году как вы будете сдавать сдавать вы будете естественно по-другому потому что у нас тема совершенно сдавать вы будете следующим образом для каждого будет свой тест по 10 вопросов на уровне просто подчеркнуть или вписать это займет буквально 5 минут но у каждого будет свой вариант если вы это все видели то есть никакой проблем не возникнет то есть совершенно простейшие причем будет приведено допустим цвета аддитивной модели и два варианта просто выделите какое правильное аддитивную модель если вы еще не смотрели мы в следующий раз посмотрим вот то есть очень простые ни какие-то ни даты я на датах не буду наставить какие-то очень простые базовые вещи из наших лекций то есть если вы были вы гарантированно на них ответите плюс я дам специально 10 вопросов чтобы ни ответ на один не снижал на букву а снижал лишь процент внутри буквы понятно все еще у меня маленькое объявление в конце я вам обещал что буду говорить когда будет более снегвез в этот вторник 6.30 это школа имени Ипполитова Иванова на Таганке прям совсем на выходе из метро там рядом совсем старинный особнячок мне там очень нравится поэтому этим местом пользуюсь это центр Москвы вход свободный информация подробная размещена у меня на страничке вконтакте у меня на страничке на фейсбуке будет тема Уолтер Пистон и отцы основателей американского симфонизма кому интересно милости просим там лекции конечно с научной точки зрения серьезные здесь все таки учебные спасибо Ладно всего доброго до свидания у меня это не это так не это не все они не не все и здесь